Мы сейчас будем переходить к проповеди. Я надеюсь, что у вас есть еще силы. Как вы знаете, мы сейчас будем читать из Нового Завета. Я очень рад, что мы выбрали такой стиль читать из Нового и из Ветхого Завета. Потому что когда ты читаешь вот таким образом, иногда ты находишь и видишь такие вещи, которые ни разу не сталкивался. Или же читал об этом, но не слышал, не говорил об этом. Иногда очень сложные вещи, которые ты не знаешь, как понять и как отнестись к ним. Иногда какие-то вещи ты сталкиваешься, с которыми весь мир спорит. И здесь, в этом месте, в послании к Галатам, есть очень много таких мест. Макомы, которые говорят о Торе, о Законах, о Милостях. Актуально ли это? Или Бог отменил это? И сегодня мы будем говорить из 2 главы о нескольких стихах. Но в первую очередь, я хочу сказать несколько слов об этом послании к Галатам. И какая проблема была в этом послании, в этом удачестве? А проблема, которая была там, в Галатии, это была очень похожая проблема, как была в Коринфе. В общинах были иудеи. Были язычники, которые присоединились, приняли иудеиство. Прошли гиур, прошли обрезания, все, что полагается. И вдруг появляется очень много людей в следе язычников, которые верят в Яшуа. И они часть этой группы. И у тех людей, которые прошли гиур, появляется своего рода зависть. Они говорят, мы были гуи, мы были язычники. И чтобы присоединиться к Израилю, нужно было сделать 10 тысяч вещей и еще и брит-мила пройти. А вот эти язычников приходят в веру и ничего не нужно им делать. Они просто верят в Яшуа и таким образом присоединятся к Израилю. Не стоит ли делать. И иногда в жизни мы действительно сталкиваемся с такой вещью. Почему я делаю один, два, три, а вот кто-то другой приходит, ничего не делает и просто так вливается. И поэтому очень было больно им. И они начали говорить вот этим язычникам. Послушайте, вы должны сделать точно то же самое, что и мы делаем. Вы должны исполнять вот эти заповеди, пройти обрезание и прочее. И они пытались убедить их со всякой силой. И в этом случае вот здесь вот мы читаем, что апостол Шаул пишет им. Друзья, что вы делаете вообще? Вы вообще помните, что мы сделали собрание со всеми последователями Ишуа, со всеми его учениками. И мы решили, чтобы присоединяться к Израилю, язычникам не нужно проходить обрезание и прочее. И они не нужно соблюдать все, все, все Тору, которая была дана Израилю. И он пишет, а так почему же вы все-таки не слушаетесь и... Вы начали из духовного и перешли на плацкое. Но сегодня в христианском мире, когда смотрят на эти вещи... Они не понимают и не смотрят в контексте и в истории, что именно тогда происходило. Скажите мне, когда апостол Шаул встречался со всеми апостолами в Иерусалиме... И он говорит, я не переступил ни Тору Отцов, ни Тору Божию. Ничего не переступил, я все соблюдал. Абсолютно все. Если нужно было одевать тфелин, я одевал тфелин. И получается здесь парадокс, как апостол Шаул мог сказать такие слова, когда он все соблюдал. А для других он говорит, можете не соблюдать. В чем здесь дело? Неужели он собрал в чем-то? Проблема в том, что не в точности понимают те слова, которые апостол Шаул... Я хочу, чтобы мы посчитали из послания Галатам со 2 главы. С 15 стиха. Здесь апостол Шаул говорит, апостол Шаул... ...вот каком-то хабаре были люди, которые были в Иерусалиме. Он говорит, мы, мы, дети, и taxpayers, не людьми, которые не кричат из Гои. И так, сказать, что мы знаем, что человек не отецático в негативе Тори, но в мисшество на Тори. И мы также знаем, что в мисшество на Тори. И в мисшество на Тори планирование, а не в негативе Тори. Что, в негативе этого Тори, то не в негативе Тори, vamos начинать с этой вот, от послания 15 до 17. Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники, но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Ешуа-Мессию. Поэтому и мы поверили в Ешуа-Мессию, чтобы получить оправдание верой в Ешуа, а не делами закона, так как делами закона не оправдывается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение с Ешуа, обнаружим, что и мы... Та, чему, он говорит, что мы, и он говорит о Шимон, что тоже евреи. Он говорит, что мы тоже евреи. Он говорит, что мы евреи, и мы евреи, которые не участвуют в киуме Мецвот Хатур. Мы все евреи, мы понимаем, что мы не можем пристигнуть спасение, выполняя только заповеди. Он как-то напоминает им, говорит, вы знаете сами, что мы не можем оправдаться делами своими. Для всех евреев, для всего народа это было понятно. Почему он говорит это и почему это действительно неправильно? Когда мы говорим об оправдании справедливости, есть личная праведность, личная справедливость. И есть оправдание, праведность судебная, через суд. В книге Второзакония, в шестой главе, в последнем стихе написано, что Бог дал народу израильскому заповеди, чтобы им было хорошо в этой земле. И написано, если мы будем стараться исполнять эти заповеди, мы будем праведники. Не написано, если мы исполним, написано, если мы будем стараться. То есть, если мы будем стараться, это не возможно. Может быть, вообще невозможно исполнить до конца все заповеди, но необходимо стараться. И таким образом, ты приобретешь праведность, чтобы было тебе хорошо здесь. И это не оправдание перед Богом. И это сказано, и заповедано не для того, чтобы, когда ты встречаешься с Богом, ты сказал, вот я исполнял все, что ты сказал, поэтому я праведник. Вы помните притчу о двух людей, которые пришли в храм, то, что Иешу рассказывал? Один был фарисей, другой крешник. Помните это? И фарисей, когда молится, говорит, господи, посмотри на меня, я не такой, как этот человек. Я исполняю заповеди. Я пащусь. Я даю милостыню. Одеваю тфилин. Делаю обувь, что необходимо, соблюдаю шаббат. А другой просто пришел и, понимая кто, он говорит, господи, прости меня. И Иешуа спрашивает, как вы думаете, кто между этими двумя праведниками? А было правду? Это тот, который, понимая свою правду, А почему так? Неужели этот фарисей не говорил правду? Он действительно говорил правду. Он действительно говорил о том, что он делал, что он соблюдал. Но Иешуа говорит, ты не можешь прийти к Богу и сказать, смотри на перечень, я все это сделал, поэтому моги мне благословение. Потому что Иешуа говорит, если ты хочешь оправдаться через дела, ты должен исполнить все до конца. Если ты в чем-то маленьком согрешил, все остальное не важно, во всем согрешил. Очень четкий пример Иове. Иллюим в Ацму он говорит, вот, Сатан, האם ты макир цадик? Он говорит, во всем улами есть цадик один, тамин. Сам Бог в разговоре с Саданой говорит, вот, смотри, между всеми людьми я нашел одного праведника, Иова. Он показывает его нею. Он самый лучший среди людей. Цадик легамре, Иллюим коррелу цадик. Полностью праведник, и Бог называет его праведником. И Иов знал, что он праведник. И он приходит с этой праведностью к Богу. Но что Бог говорит ему? Он говорит, что ты хочешь, чтобы обвинять меня, вся праведность твоя не может оправдать ее передо мной. Это именно то, о чем... В исполнении Торы нету у нас оправдания. Только в вере в Ешуа Мессии. Посмотрите на эти слова, они очень важны. Потому что на русском немножко иначе переведено. Потому что на русском немножко иначе переведено. И написано здесь, что мы верим в Ешуа Мессию, и поэтому мы оправданы правильно. Но не в этом смысл. Потому что на иврите есть немножко другое ударение. Мы не оправдываемся в том, что мы верим в Ешуа Мессию. Мы не оправдываемся верой в Ешуа Мессию. Ле, верой в Ешуа Мессию. В вере. Верой в Ешуа Мессию. Потому что он был верен. Потому что он не согрешил. Потому что он умер за нас. И из-за его веры, его верой мы оправдываемся. Понимаете, здесь немножко другое ударение, другой смысл. Это не потому, что я вот поверил, я оправдался. А потому что я верю в Того, Кто верил и оправдал. Потому что он был верен. Я оправдываюсь. И дальше Шауль говорит, из-за того, что он был верен. И мы стараемся быть верными. И слова вера и верность однокоренные. Это означает, что это не только ты веришь, во что ты веришь, но ты делаешь что-то, исходя из своей веры. И Ишуа сказал, кто любит меня, заправдим мои, и соблюдет. Это что-то делами. Это что-то, что видим. Это не только слова. И я хочу, чтобы ты веришься. И я хочу, чтобы ты веришься. И я хочу, чтобы ты веришься. Пасух 17. 17 стих. Дальше записано. Поэтому и мы поверили в Ишуа Мессии, чтобы получить оправдание верой в Ишуа, а не делами закона. Так как делами закона не оправдывается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение с Ишуа, обнаружим, что и мы пред законом такие же грешники, значит ли это, что Ишуа пособник греха? Нелепость. Если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил, этим я покажу, что я приступил к закону. Аспошаул Омер, анахну митца дыхать, мы вакшим лей цадека ляде Ишуа, а ляде имуна. Здесь апостол Шаул говорит, что с одной стороны мы пытаемся найти оправдание через веру в Ишуа. Но с другой стороны, мы продолжаем грешить. И что это происходит? И имеет ли какой-то смысл то, что Ишуа сделал для нас? Он говорит, если я начинаю строить то, что уже разрушил, то я преступник. И люди думают часто, что здесь говорится, что о Торе и о заповедях. И люди предполагают, вот видите, здесь написано, что Шаул говорит, что я оставил всю Тору, все заповеди, это уже не важно. И говорят, вот он даже сам сказал, если я буду соблюдать, то я преступник. Но здесь говорится совершенно неудобно, здесь говорится о нашем грехе. Он говорит, что если я, с одной стороны, пытаюсь найти оправдание через веру в Ишуа. Потому что если я поверил в Ишуа, то внутри меня что-то должно начать менять. Что-то должно меняться с грехом, с делами моими. И он говорит, если я дальше продолжаю грешить точно так же, то я преступник закона. Он говорит, что я преступник. Почему он преступник? Потому что написано, если человек, после того, как он поверил в Ишуа, и он продолжает жить точно так же, как он живет, жертва уже не действует. Жертва Ишуа уже больше не очищает его. И Дух Святой, который говорит к его сердцу, который говорит, прекрати, перестань грешить, человек уже не обращает на это внимания. И именно поэтому он становится преступником. И Ишуа говорил об этом, кто знает истину, и не понимает ее, или оставляет ее, то у него большой грех. И придет к нему большой суд. Более, больше, чем был для Содома и Гаморы. Если ты начинаешь все это строить заново, что значит строить? А завтра машу. Оставил что-то, оставил какие-то грехи. Перестал делать зло. Но завтра к этому возвращаешься, потихоньку, потихоньку, снова, и снова начинаешь доказываться, то ты становишься преступником. Ты не говорится о том, что нужно ее оставить. Говорится о наших веках, о наших делах. И сейчас самый важный стих. Это пасух 16. 19 стих. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Это стих очень любимый в христианстве. Написано, умер для Туры, для закона. Не нужна она больше мне. Я зашел в интернете, чтобы посмотреть, что люди думают об этом, и как они это толковывают. И когда читают, то схватился за голову. Не нужно заповеди, не нужно Тора, вы свободны, делайте, что хотите. Но не это здесь имеется. Хасов по, где лавин это пасухим, хасов лавин, маза Тора. Чтобы понять эти стихи, нужно понимать, что такое Тора. Возьмем, дорога, Алик Голдберг, дибер, медобар шам о Тора. Алик Голдберг дибер, медобар шам о Тора. Я поощряю вас, зайдите, посмотрите, послушайте. Когда мы говорим о Торе, есть калюши, медобар о хумаш, к примеру, о шамиша сфарим, шел Моше. Чаще всего предполагается, что мы говорим, о пяти книжей, Моисея. Есть калюши, хошвим, что мы говорим о Торе. Есть люди, которые думают, что говорится только об этом. Иногда думают, что мы говорим о всех законах, которые написаны на Торе. Иногда думают, что говорится только о десяти заповедях. И это даже более верно. Но чтобы понять стихи апостола Шаула, мы должны понять, что такое настоящая Тора и о чем здесь говорится. Слово Тора на древнем иврите смысл этого слова выстрелить стрелу или бросить камень. Почему стреляли стрелой? Для чего? Что вы думаете? Для чего-нибудь? Молодец. Попасть в цель. Они действительно хотели кгнув в метро. Они стреляли стрелой для того, чтобы куда-то попасть. В определенный момент. Точно так же камнем. Вы понимаете, что Довид вышел кгнув с Голиафом, кгнув в метро. Когда Довид вышел воевать с Голиафом, он взял камень и попал ему камнем точно туда, куда нужно. попасть в цель. Точно в цель. Довид и Ионатан, которые были очень хорошие друзьями, они договорились между собой, что Ионатан выстрелит в определенном направлении. И Ионатан увидит и поймет, о чем идет речь. А с Торой это правильное направление, это цель. И после многих лет смысл смысл Тора стал не просто цель, но и учение, направление. Потому что это объясняет куда нужно идти, в каком направлении. как слова Тора и Море учитель, они на Еврите однокоревные. Так же слово родитель. На русском не слышно такого смысла. На Еврите это тот же корень, научить и показать направление. Море это стандарт Бога. Море это кивон на 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 Тора это стандарт Бога. Это что-то показывает нам направление, что нужно делать. Послушайте, если Дима сейчас скажет мне что-то. Саша, ты сделай несколько шагов. Ты сделай. Куда? Ты шагов. Я сделал несколько шагов. Но я могу сказать нет, ты не додай ты пошел. Я могу сказать что-то 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 говорит. Что-то я ему отвечу почему ты не додай пошел. Я сказал додай мне нужно идти. И это что-то написано в книжах. И это именно то, о чем написано в Писании. Что если я не знаю, в каком направлении идти в свою жизнь, никто не может сказать мне, что я грешу, я не иду не туда. Потому что если нет цели, нет направления, то нет никакого греха. Но если мне сказали, идти туда, а я пошел в свою жизнь, то я грешу, я не подчиняюсь. И слово грех, смысл, слово грех, на иврите означает не попасть в цель, когда стреляешь, именно мимо, выстрелить мимо. И об этом апостол Шауль в послании к Римлянам говорит. Он говорит, что Тора это та вещь, которая показывает, определяет грех. Я прочитаю на русском из седьмого стиха. Из седьмой главы седьмого стиха. Значит закон, но если бы не закон, я не знал бы, что такое грех. Если бы закон не сказал, не пожелай, я и не знал бы такого желания. Грех, воспользовавшись заповедью, как орудие, пробудил во мне разные желания. А вне закона грех мертв. Было время, когда я жил, не имея закону, или Торы, или направления. Но когда появилась заповедь, стал жить грех, а я умер. А здесь мы видим, что Тора это то, что прямо указывает на грех. Что грех, а что не грех. И люди поэтому очень часто не любят Тору. Почему? Потому что в любом месте, Если сделал что-то нехорошее, неправильное, Заповедь и Тора, она начинает тебя осуждать. Ты хочешь быть свободным, делать что-то вверх. Но у Бога есть стандарт. И очень часто в христианстве говорят по этому, Мне не нужна Тора. Потому что ты не хочешь, чтобы тебя осуждали каждый раз, Когда ты что-то сделал. Послушайте, когда мы грешим, Наша совесть начинает осуждать. И написано, что если даже наша совесть нас осуждает, То намного больше Бог. И много раз ты хочешь как-то придушить это, Чтобы это тебе не обвиняло. И люди начинают делать всякие вещи, Чтобы заглушить. Иногда ты начинаешь работать много, Иногда ты начинаешь кушать много. Но ты никуда не можешь деться от этого чувства вины. Но что ты можешь сделать? Ты можешь прекратить грешить. Но можешь ли ты прекратить грешить? То есть, Шаул говорит, Шаул говорит, И за Тора, И за Тора я умер для Торы. И за того, что есть Тора, И заповедь, и направление, То, что показывает прямо на грех, Ты начинаешь понимать, Что такое грех. И то, что убивает тебя, Это сам грех. В 7 главе, в 11 главе написано, В послании кремленам, Грех, воспользовавшись заповедью, Как своим орудием, Обманул меня, И с ее помощью убил. Но сам закон исходит от Бога, И заповеди его святы, Справедливы и хороши. Он говорит, Что то, что нас убивает, Это грех. Из-за того, что есть заповедь, И мораль, Что хорошо, И что нехорошо, Что правильно, И что нет. Сразу известно, Что такое грех. И он начинает меня убивать. И ты не можешь прекратить грешить. Шаул говорит, Я очень хотел. Я знаю Божий Тору. Но внутри, В своем теле, Я чувствую другой закон. Но внутри меня, Как будто живет закон греха. Это закон, Который связывает меня, И не дает мне делать то, Что мне хочется. Это то, что написано дальше. Написано в 21 стихе. Он говорит, Внутри меня, В моем теле, Есть закон другой, Который меня связывает. И что я должен делать? Чтобы освободиться от этого. Я сам, Моя плоть должна умереть. Это то, Что Тора говорит, Ты должен умереть. В этом хоке. И это то, Что Тора говорит, Ты должен умереть для этого греха. Для этого закона. И эти слова, Что из-за Торы, Я умер для Торы. Это говорится о том, Что наш внутренний человек, Должен умереть. И он говорит, Чтобы дальше жить, Ишуа Мессия. Он говорит, Что я должен умереть, Не для Торы. Но для греха. Для греховной плоти, Для греховного тела. И это то, О чем он говорит дальше, В других посланиях своих. Что мы умираем, Как будто умираем вместе с Ишуа, Для греха, Чтобы дальше жить с ним. Если ты умер для греха, Ты не больше не можешь грешить. Так что, Что если ты умер, Подумайте, Если ты умер, Ничего больше не может на тебя повлиять. Могут прийти к тебе. Могут ударить тебя. Лидкор. Лицайер олеха. Помогут нарисовать на тебе что-то. Но ты умер. Ты не отвечаешь. У тебя нет реакции на это. Это то, Что должно случиться в нашем теле По отношению к греху. Потому что мы воскресли Вместе с Ишуом Мессией. Чтобы жить с ним вместе. Чтобы через Духа Святого Мы имели жизнь. Чтобы через силу Духа Мы могли победить наши плотские вещи. Из-за Торы умер для Торы. Умер для вот этого закона греха, Который был во мне. Это очень важная слова. Лихоть с Духом. Жить по Духу. Никто не отменял Тору. Даже если ты хочешь умереть Для Торат Эллоим. Для Тори Божьи. Она все равно остается. Она все равно остается. Все равно остается И Ишуа сказал, Кто любит меня, Мои заповеди соблюдят. И когда ты делаешь это Через Духа Божия, То у тебя есть направление. И тело твое умирает для греха. Чтобы быть с Богом. И ты уже можешь сказать, Как я сказал Шауль, Уже не я живу. Но Ишуа Мессия живет во мне. Чтобы служить Богу. Чтобы мы всегда были готовы Для хороших дел. Чтобы мы всегда были готовы Трансформация вовремя Вовремя и вовремя. Чтобы мы были готовы Для внутренних изменений В понимании И в характере нашем. И я хочу призвать вас всех. Подумайте об этом. Действительно ли мы меняемся? Действительно ли мы живем по духу? Или же мы все еще не умерли Для греха, для нашего тела? И оно управляет нами. И если вы хотите жить с Богом. И получать дары Духа. И понимать, что это. На следующей неделе приходите на семинар. Я напоминаю еще раз, что в пятницу в 4.30 Есть у нас семинар. Это для всех. И все, кто лидеры, это обязанность. Вы будете знать, что такое плоды Духа. И как использовать их, чтобы жить для Бога. Давайте вместе с Танем и помолимся. Господь наш Небесный. Мы благодарим Тебе за то, что Ты благословляешь нас. Что Ты исправляешь нас. И что Ты даешь нам свою милость. Что мы оправдываемся верой в Иешуа Мессией. Ни делами нашими. И ни поступками. И мы просим, чтобы Ты наклонь нас Духом Святой. Чтобы мы могли стать сильнее всякого зла, которое есть в нас. И если грех все еще живет в нас. Повори нам, мертвецы. Чтобы мы смогли сказать, как Иеша Мессия сказал. Что уже не я живу. Что уже не я живу. Что нет у меня уже плодской жизни. Но Иешуа живет во мне. Мы благодарим Тебе, Господь. Благослови все жители. Благослови семьи наши. Дай нам милость и защиту. Дай мир нашему народу. Чтобы было единство. Аллилуйя. И вархеха, Адонай, ваишмиреха. Яэр, Адонай, панав илеха, ваихонеха. Иса, Адонай, панав илеха. Ваясем леха шалом. Амин. 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 Амин.